Мировая общественность сейчас волнует судьба еще одного храма, без которого невозможно представить себе историю христианства и всей европейской культуры. В Стамбуле идут последние приготовления к ликвидации одного из главных городских музеев – собора Святой Софии. Древний византийский храм решено снова превратить в мечеть, как это было во времена Османской империи. Об исторических страданиях Ай Софии – материал Родиона Мариничева. Из собора Святой Софии звучит призыв на намаз – впервые за 86 лет. Молитвы пока под стенами, но уже со следующей недели их начнут проводить внутри. Ай София, как называют собор в Турции, вновь становится мечетью. У меня такое чувство, что мы опять завоевали Стамбул. Я готов плакать о счастье, будто нахожусь в Медине или Мекке. На прошлой неделе госсовет страны аннулировал знаменитое решение отца нации – Мустафы Кемаля Ататюрка. Ай София и в свое время собор Святой Софии превратили в музей. Это было ошибкой. Теперь мы ее исправляем. Выполняем свои обязанности перед сотнями миллионов наших предков и 83 миллионами современников. Полтора месяца до вердикта госсовета. 29 мая. Турция пышно отмечает 567-ю годовщину завоевания Стамбула. Эпицентром становится собор Святой Софии. Здесь звучит сура Аль-Фатх или сура Победы. Она напоминает о той самой победе турок-османов 29 мая 1453-го. После двухмесячной осады и разрушения стен византийцы сдали свою столицу – Константинополь, Второй Рим. Это был конец Византийской империи и начало подъема Османской. Ворвавшись в город, османы сразу же разграбили собор Святой Софии, в то время крупнейший в христианском мире. Султан Мехмед II повелел превратить его в мечеть. К храму пристроили минореты, внутреннее убранство изменили до неузнаваемости. Были заштукатурены все изображения Святой Софии. Это действительно был ужасный урон, и какие-то из них потеряны безвозвратно. Какие-то удалось восстановить, какие-то нет. Почти 500 лет здесь звучал намаз, и казалось, для христианского мира собор утрачен навсегда. Но после Первой мировой Османская империя распалась. На осколках порты, как называли имперское правительство, родилась Турецкая республика. Ее основатель Мустафа Кемаль решил превратить исламское феодальное государство в светское европейское, за что получил титул отца нации. Памятники ему установлены почти в каждом турецком городе, как в Советском Союзе Ленину. В 1934-м по воле Ататюрка правительство издает декрет сделать Айософию музеем. Это была главная достопримечательность Стамбула – византийский храм, возведенный еще в VI веке. По таким лекалам затем выстроили сотни соборов и мечетей. Полукопола с востока и запада от основного купола и позволяют, так сказать, сделать это сооружение вытянутым, создает гигантский объем внутренний и ощущение невероятного простора, невероятной внутренней свободы. Открыть здесь музей Ататюрка уговорил американский археолог и меценат Томас Уиттемор. Большой ценитель византийского искусства, он сначала добился у Кемаля разрешения восстановить часть фресок, а затем убедил его – Святая София будет столь же популярной, как и греческий Парфенон в Афинах. Историки утверждают, Ататюру даже сам написал на дверях – музей закрыт на реставрацию. Декабрь 2017-го – западный берег реки Иордан. Палестина взбудоражена новостью из Вашингтона. Американский президент Трамп объявил – США признают Иерусалим неделимой столицей Израиля и переносят туда свое посольство. То есть признают оккупацию Восточного Иерусалима, где расположена третья по значимости мусульманская святыня – мечеть Алякса. Негодует весь исламский мир, в том числе и президент Турции Эрдоган. В таком случае, заявит он, Айя София должна быть возвращена мусульманам. Мы должны демонстрировать такие нео-османистские намерения и стремиться силовыми методами восстановить позиции на Ближнем Востоке. И все, что сейчас делает Эрдоган, это строится на укреплении все-таки исламской идеологии, которую он исповедует и которая одержала верх над светской идеологией Ататюрка. Несколько лет назад разрешили носить хиджабы в госучреждениях, затем в школах и даже в воинских частях. Открыли множество исламских учебных заведений. Наконец, заметно расширили полномочия президента и устранили из политики военных, которые много лет были гарантами светского государства. Постепенный отказ от светскости заметен даже на улицах Стамбула, который традиционно сопротивлялся исламизации. Рост населения в основном идет за счет мигрантов. Мигрантов из внутренних областей Анатолия, из внутренних областей Турции, которые, естественно, настроены более консервативно. И это, собственно, вот именно эти мигранты являются основной электоральной базой нынешнего руководства страны. Данные последних опросов превращения Святой Софии в мечеть поддерживают почти три четверти турок. Главный вопрос – что теперь будет с внутренним убранством собора? По исламским канонам в мечети не место фрескам и любым изображениям живых существ. В ЮНЕСКО напомнили – интерьеры Святой Софии – часть всемирного наследия. Тут возможны, конечно, отрицательные сигналы, вплоть до исключения этого объекта. Но я думаю, до этого не дойдет. Наверное, все-таки будем находить какие-то приемлемые формы взаимодействия. Турецкие власти уверяют, что уже их нашли. В собор по-прежнему будут пускать туристов. Убранство сохранят. Фрески во время молитв будут закрывать шторами или подсвечивать так, чтобы их не было видно. Нормам ислама это не противоречит. Когда ее иллюзорно ты ее не видишь, когда она, в принципе, закрыта, то она для молитвы мешать не будет. Тем более, вы же знаете, что фрески, они все не на уровне молящегося, там, да, вот, полтора-два метра. Они все находятся как бы там на куполах. Новый статус собора не должен испортить отношения с Анкарой, уверены в Москве. Мы все-таки надеемся, что при любом решении наши турецкие партнеры будут учитывать статус Айсофи как объекта, который причислен к категории культурного всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы получили разъяснение, и турецкие партнеры разъяснили, что все будет сохранено в лучшем виде. И все желающие смогут посещать Айсофию. Сюда едут христианские паломники со всего мира. Особую сакральность храм представляет для православных, в том числе русских, украинцев, белорусов, молдаван. В этих стенах в X веке побывали послы князя Владимира, после чего убедили его принять на Руси православие. Для нас он был, является и навсегда останется храмом, посвященным Христу. И мы искренне сожалеем о том, что это решение принято сейчас. Это решение, с нашей точки зрения, нарушает тот хрупкий межрелигиозный и межконфессиональный баланс, который достигнут. За год собор Святой Софии посещают больше трех миллионов туристов. Вход в музей стоил 15 долларов. Получается, ежегодно храм зарабатывал около 40 миллионов, которые тратили в том числе на его содержание. Теперь расходы лягут на государственный бюджет. Родион Мариничев, Мария Солопова. Программа «Вместе».